Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Министерство транспорта поддержало инициативу о введении в автошколах двух курсов обучения для любителей и профессионалов Первых предлагается учить столько же, сколько сейчас, но увеличить количество практических часов за счет сокращения числа занятий по другим дисциплинам Профессионалов же хотят готовить дольше, плюс 100 часов. Стоимость обучения для них будет, соответственно, выше Трасса 101 В продолжении темы. Автошколы попросили федеральную антимонопольную службу установить минимальную стоимость обучения кандидатов в водители В Москве это 46 тысяч рублей, в регионах порядка 20-25 тысяч Авторы инициативы уверены, что таким образом удастся отсечь недопросовестные образовательные организации, которые в поисках клиентов Бесцеремонно роняют ценник, а учат, как попало Трасса 101 Накануне 1 мая улицы Кирова начали патрулировать мотоэкипажи ДПС Четыре мотоцикла БМВ со спецсигналами, напомню, были закуплены для ГИБДД осенью 2013 года Весной 2014 они выехали в первые рейды В первую очередь, сообщается на сайте регионального управления госавтоинспекции, байкеры-полицейские будут обращать внимание на мотоциклистов-одиночек, нарушающих скоростной режим Вступили в силу новые требования к сотрудникам ГИБДД, которые принимают экзамены на право управления транспортными средствами Во-первых, эти полицейские должны досконально знать ПДД Во-вторых, цитирую, в совершенстве обладать приемами управления авто, средствами и навыками межличностного общения В условиях конфликтных ситуаций уметь распознавать возникновение опасной обстановки и предотвращать возможные риски В госавтоинспекции говорят, что при подготовке правил использовался отечественный и зарубежный опыт обучения экзаменаторов Руководитель компании Тесла Илон Маск нашел способ избавиться от автомобильных пробок в городах Построить своеобразное метро для машины Под землей авто будут передвигаться не самостоятельно, а на специальных электрических платформах Со скоростью до 200 км в час Попасть в метро и выйти из него на поверхность автомобилист сможет прямо с проезжей части На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте До свидания Трасса 101